Показать возможности и рассказать о профилактике. В пятницу состоялось открытие, пожалуй, самой популярной у горожан выставки «Медицина и здоровье-2016». К слову, в этом году мероприятие проходит в юбилейный десятый раз. Каждый год есть какие-то новости и инновации, поэтому обязательно должна быть площадка, на которой специалисты-медики могли бы меняться мнением и посмотреть о достижениях соседей. Гравдане, пациенты могли бы посмотреть, какие новые возможности им дает современная медицина. Вот для этого мы эти выставки и проводим. Какова возможность современной медицины? Что новенького появилось у коллег? Куда пойти лечить то или иное заболевание? Свои наработки и достижения представили 30 участников выставки. От родильных домов до частных врачей-диетологов и коммерческих организаций. Мы не смогли перенести сюда операционные, но мы на экране показываем, что мы умеем. Мы не смогли показать, как протезируются суставы, но показываем, какие именно суставы ставятся по высоким технологиям. Мы показываем профилактические методики. И самое главное, мы сегодня открыли двери для всех желающих пройти профилактическое обследование. Все центры здоровья проводят исследования холестерина, сахара, крови. Областная клиническая больница демонстрирует возможности ультразвукового исследования сосудов. Большой популярностью в медицине сейчас пользуются волонтерские движения. Кардиогвардия, онкодозор. Эти волонтеры выясняют, у губернатора знает ли он о проблеме йода-дефицита. Молодые люди рассказывают о функции этого элемента для организма человека и важности употребления именно йодированной соли. Не существует единого закона, который бы обязывал производителей соли йодировать ее. Мы выступаем с такой инициативой, ну и спрашиваем мнение населения по поводу этого, чтобы в дальнейшем разработать такой законопроект и выдвинуть его на утверждение уже в Государственную Думу. Больницы даже на выставке не перестают работать. Проверка зрения, скрининг молочной железы, анализ крови на сахар и холестерин. Врач первой городской больницы Марина Шишихина проводит ультразвуковую диагностику брюшной полости и почек. Многие патологии у случайных пациентов выявлены впервые. Теперь всем им предстоит обратиться к терапевту по месту жительства. Сегодня были выявлены патологии жилочного пузыря, жилочнокаменная болезнь, камни в почках, расширение чашечной лоханочной системы. Это патология, которая требует наблюдения у врача. Ну а всем желающим после процедур или вместо них полезный кислородный коктейль. Самый подходящий пятничный напиток для тех, кто следит за своим здоровьем. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.